Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Не создавай себе кумиров Перечислите, что к ним относится Хорошо, что до наших современников доходят Божьи установления, которые были даны еще Моисею Составляют деколог, десять заповедей и во многом основу, нравственную основу мира человеческого «Да не будет у тебя других богов перед лицем моим Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли» Эти свидетельства воли Божьей, запечатленные на скрижалях Моисеем, самим Богом по преданию Запечатленные на каменных плитах, досках Которые с горы Моисей Восходивший на нее И оставшийся во мраке Особого божественного общения Мрак потому напечатлевается здесь, что не для ума человеческого постигнуть эту тайну общения с Творцом Его создания, даже избранного Эта воля Божья остается неизменной Надлежит человеку поклоняться единому истинному Богу Сотворившему мир И это и продолжают Исполнять в точности православные христиане Поклоняясь единому истинному Богу в трех лицах Отца и Сына и Святого Духа Нами познаваемы А что же относится к идолопоклонству К кумиротворчеству Это всякое поклонение тварному Вместо Творца Это поклонение может быть Истолковано по-разному Кто-то исповедует пантеизм То, что все божественно Что сам мир есть эманацией, излияния божества Кто-то признает Забожественные стихи природы Или непредсказуемые повороты жизни Ставят их в зависимость от Тварных вещей Есть безумцы Поставляющие над жизнью Расположение звезд И от того, что нам кажется, что звезды Над нами А не мы Над ними Значит, их таинственные сочетания Как и кофейные гущи Оставшиеся после выпитого ароматного напитка Есть указания Не судеб человеческих Все это относится к идлопоклонству Безрассудно быть фанатом Каких-нибудь певичек Или Злобных хулителей Да и прекрасных исполнителей Если и должно благодарить То за то, что в них прославляется В их творчестве Господь, имя Божье Благость Его и милость Распространенная И продолжаемая являться миру А всякое обожествление Исполнителей Каких бы то ни было Или деятелей искусства Конечно же, является Идлопоклонством Идлопоклонство Относится Скупость и жадность Ибо иудеи безрассудные Когда долго не видели Моисея Вошедшего на Синай И спустившегося оттуда С этим кодексом Здраственным Богом установленным Они выливали себе Золотого тельца Из всех Собрав золотые предметы У кого Что было И Представив Вылитые чудовища Главной ценностью Своего Бивуака И народа Сказали друг другу Вот Бог, выведший вас Из Египта Вот самое дорогое Что у нас есть Вот что является Основанием жизни И это Глубок Идлопоклонство За что и Наказывал Господь Всегда Народ иудейский За что и Страдал Моисей Моисей Молясь Ко Господу О народе Как о безрассудном Безумном Младенческом Состоянии Его В младенческом Состоянии Ума Говоря Господу От великой любви К своим Безрассудным Современникам И соотечественникам Господи Либо Помилуй Прости народ Этот Либо Изгладь меня Из книги жизни Такая скорбь была У Моисея О народе Израильском Такая скорбь была У апостола Павла Фарисея Из фарисеев Воспитанного При ногах Величайшего Иудейского Наставника Именовавшего Себя Иудеем Из иудеев Но он говорил Готовы бы я сам Был принять Отречение От Христа То есть Самое Отлучение То есть Самое Жесткое И беспощадное В отношении себя Уничижение За моих Сродников По плоти Пребывающих В чем Почитание Другого Бога Нет В идолопоклонстве Ибо Идолопоклонство Это поставление Языческих Ценностей Ценностей Мира сего Проходящих Тленных Во главе Угла Вместо Почитания Живого И вездесущего Единого Истинного Бога Потому и Всякий Сребролюбец Всякий Накопитель Всякий Мшелоимец Мшелоимство Это грех Когда человек Хранит Что-либо Будучи Привязан К своим Кладам К своим Вкладам К своим Сундукам Набитых Барахлом Или золотом Более чем Стремясь Совершать Заповеди Божьи О любви К Богу И к ближнему Ведь есть и богатые Люди Которые Вовсе Не привязаны К своему Богатству Как к источнику Своей жизни Вовсе Не поклоняются Ему Больше Чем Богу И сказано Премудрым Аще богатство Течет Не прилагайте Сердце И Соломон Во всей Славе Своей Когда В год Приходило И к нему В Иерусалим 666 Мер Золота Это были Какие-то Баснословные Огромные Доходы Государства Израильского В те времена И Он Облекаясь Во славе Своей Совершенные Прекраснейшие Одежды Правда Не прекрасней Лилии полевых Как замечает Господь Наш Иисус Христос И то Помысел Какой-либо Гордости Или надмени Своего В связи С этими Материальными Благами Встречал Очень Ясным Опровержением Вскую Гордится Земля И пепел Никогда Не забывал Он О том Что и Человек От земли Взятый В землю Возвратится И он Среди Смертных И все Земное Имеет Свойство Проходить Видимое Временно Временно Видимо Вечно Говорит Апостол И для Всякого Благоразумного Человека Привязывание Даже к Собственным Родственникам Не Имеет Имеет Характера Большего Чем Желание Послужить Богу Своему Создателю Который Этих Родственников Дал Который Поддерживает Их Временное Бытие И приготовил Для них Как и для нас И вечное Блаженство В единстве С самим Собою Величие Господа Непременно Должно Торжествовать И в мыслях Чувствах В жизни Всякого Человека А жизнь Есть Прославление Имени Господня Ибо Кто В этой Жизни Временной Этим Не занимается Тому Нечего Будет И в вечном Блаженстве Делать Ибо Там Делание Ангелов Вечное Богу Пред Богом Словословие Страхи И благоговений В трепете И совершенной Любви И постоянном К нему Устремлении Что Как Вместится В эту Вечность Те Кто В пристрастиях К стихиям Век Всего К самому Себе Квинтэссенции Праха По определению Шекспира Устами Гамлета Может Предъявить Бесконечную Привязанность И совершенное Поклонение Даже Здоровью Своему Поклоняться В большей Степени Чем Богу Живому Который Попускает И скорби Нам В том числе И телесные Неблагоразумно Ибо От Господа Господь И возвышает И Низводит Господь И Живит И богатит Он же Нас Призывает Не Быть Бесконечно Привязанным К Собственному Телесному Здоровью И не бояться Даже Убивающих Тело И более Не могущих Ничего Сделать Но Всегда Бояться Того Кто По Смерти Неизбежной Для каждого Из нас Может Ввергнуть В гиену Огненную Ей Глаголю Вам Того Убойтеся Вот этот Здоровый Страх Божий Является Лучшим Камертоном Для Правого Поклонения По Ходу Жизни Своей Исканию Воли Божьей В большей Степени Чем Своей Воле Исполнения В связи С тем Что Она Все Подвержена Влиянием Страстей И самолюбия Нашего И сластолюбия И сребролюбия А потому И бывает Носят Нас Наши Собственные Хочу Не хочу Совсем Не в ту сторону Которая Подлинно Для нас Полезна А Как говорят Благоразумные Когда-то Мы хотели Чтобы всегда Свершалась Наша воля И видели Что бывает Не так А так Как хочет Бог И тогда Мы сказали Пускай Всегда Свершается Так Как хочет Бог И с тех пор Мы увидели Что все В жизни Бывает По нашей Воле Будем И мы Благоразумно Поклоняясь Богу Живому Замечать Всякие Отклонения К идлопоклонству К поклонению Чему-либо Тварному В нашем Сердце И Покаянием Исторгать Оттуда Эти Ядовитые Посевы Эти Вражьи Расположения Внеси Свой Вклад Оцени Подпишись И поделись Этим Видео Валерий 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 Продолжение следует...